Всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Меня зовут Катя. И в этом году, в 2023, я себе запланировала много, ну не много, несколько косметических проектов. И в прошлом видео я считала, мы вместе считали с вами, сколько мне удалось закончить декоративной косметики за год. Это я впервые делала. Я тут оставлю где-то ссылку на это видео. И благодаря вот этому видео я поняла, что все-таки заканчивать достаточное количество косметики мне помогают маленькие трехмесячные проекты. Почему именно маленькие? Потому что не успевает надоесть сам проект и получается как-то вот какие-то вещи максимально использовать, задействовать. Конечно, что-то остается, переходит снова в другие проекты, но вот эти для меня трехмесячные самые лучшие. Потому что я заметила, что у меня вот были какие-то продукты, если бы вот не проект пена, не цель закончить, они бы лежали в таком полуиспользованном состоянии, покупались бы новые, коллекция бы разрасталась. И я считаю, что это, ну, нехорошо. Во-первых, мне жалко, мне жалко потраченных денег, потому что я выбираю в основном, ну, по большей части люкс. Конечно, и какой-то бюджетный, я тоже что-то выбираю, но, тем не менее, денег было бы жалко, если бы продукты пропадали. Поэтому я за проект пены и самый первый проект в этом году. У меня снова трехмесячный проект пен. Если вам интересна эта тема, приглашаю к просмотру. Посмотрим тогда, что я выбрала на этот раз, какие 15 продуктов. Я начну сначала, начну с базы. Мне очень трудно судить, сколько ее, но точно меньше половины, судя по ощущениям. Это такая довольно-таки тяжелая стеклянная баночка, но я много ее использовала. Она такая гелевая, может быть, иногда немножко липкая, смотря как наносить. И в ней есть, вот может быть, видно, такие золотистые частички. Но на лице это не видно. Очень хорошо ее наносить, либо вот сразу, как какое-то такое увлажняющее средство перед тоном, либо мешать. Я, например, вот сейчас мешаю. И следующее второе средство, которое я беру, вот здесь видно тоже, да, что это где-то вот примерно так. Еще там немножко на стенках, но это вот где-то так. Тоже нужно закончить. Это японский люксовый продукт. Тут, по-моему, тоже есть SPF, может и нет. Называется он такой 3D, он тоже с таким сиянием. Там есть частички, хотя мы смотрели, когда сначала думали, что их нет, но они есть. И он тоже такое передает легкое сияние лицу. Но, тем не менее, даже вместе, когда вот с этим продуктом не портится, это не какой-то такой блеск, как из космоса, а просто как такое здоровое, красивое сияние. Поэтому вот эти два продукта идут. Дальше я беру в этот проект вот эту пудру от Dior. Здесь уже, к счастью, видно донышко. Я очень надеюсь, ну, хотя бы большую часть закончить ее. Потому что, если честно, мне продукт не очень нравится. Наносить его на тон с моим типом кожи, таким жирным, это вообще провал. Потому что через час-два это такой эффект кейки. Очень некрасиво. Поправляй, не поправляй, все равно как-то слишком много. Но, если наносить просто на, вот я, допустим, увлажнила лицо, и хочу так, просто чуть-чуть придать такой симпатичный вид, без тонального средства, да, с моим типом кожи эта пудра может быть. Но на тональное средство, нет, некрасиво. Так это уже третий продукт я беру. Ну, дальше, я беру не всю палетку от Наташи, а беру только один продукт. Это вот эти румяна. Потому что у них такая структура, которую нужно использовать. Иначе я думаю, что они могут испортиться. Поэтому буду использовать их. Это очень красивый оттенок, который отлично подойдет на каждый день. Сейчас, конечно, этот свотч такой суперяркий, но если это красиво спонжем наносить, то это просто дает вот такой, ну, какой-то легкий оттенок. Так что беру из палетки только румяна в этот проект. А дальше беру вот эти зеленые тени от Кивиди. Сейчас я постараюсь их все выкрутить. Я их использовала ровно два раза. Потому что мне сразу вот, когда такое мое помешательство... Ну, оно и сейчас еще продолжается на зеленом цвете. Я два макияжа делала. И сейчас они лежат. Их срок годности 6 месяцев. Я думаю, что нужно их хотя бы сколько-то поиспользовать за эти 3 месяца. Очень-очень красивый оттенок. Очень красивое сияние. Вот здесь даже мне не удается так показать красиво, насколько это сияет. И это, допустим, не такой какой-то блеск, который только на вечер подходит. Нет, их можно и в дневной тоже макияж красиво применить. Но не до конца у меня получается показать этот красивый оттенок. Так что их тоже беру. Это у нас уже 5. Так, дальше я беру две туши черную мак и продолжаю эту фиолетовую от Vivienne Sabo. Обе открыты больше, чем 3 месяца. Но это я дам еще один шанс. Потому что она, в общем-то, красит. Только не с ее родной кистью. Буду использовать вот эту кисть. И просто вот когда пройдет проект, я от нее избавлюсь. И вот это тоже. Я сейчас в последний Project Pen пользовалась. Она очень красива, с какими-то коричневыми тенями. Очень подчеркивает красиво серые и голубые глаза. Так что беру ее. Это у нас уже сколько? 3, 4, 5, 6, 7 продуктов. Дальше. Беру вот этот гель для бровей от Анастасия. Потому что мне хочется от него побыстрее избавиться. Я нашла для себя способ, как немножко эту сухость, эти точки, как от них избавляться. Я добавляю капельку для глаз. И тогда он эти... Ну, это сухость. Потому что именно вот эти мини-версии, такие сухие, я уже читала после того, как купила несколько отзывов. В общем, я его буду использовать тоже эти 3 месяца. Дальше я беру снова вот эти тени от Charlotte Tilbury. Ну, они у меня хорошо идут. Я буду их как базу использовать. Я думаю, что, ну, все-таки когда-то мне уже в этом году удастся их закончить с теми золотыми. Которые у меня есть, тоже такая баночка, с ними тяжелее. А эти Pillow Talk идут гораздо быстрее. Еще беру вот эти тени от Pet Magrat. Были в прошлом проекте. Их мало. Они рыхлые. И я очень надеюсь, что мне удастся их все-таки тоже за эти 3 месяца закончить. Буду как базу использовать. Вот. Они как-то иногда сияют красиво, а иногда не очень. Как им заблагорассудится. Но, в общем, я хочу их закончить. Дальше беру из теней. У меня есть такая тоже палетка французская. Я испортила коробочку, поэтому меня раздражает то, что она в моей коллекции. И вот эти тени такие классические. Их можно будет с этим зеленым мешать, золотым. Если захочется что-то поярче еще что-то придумать. Взять какие-то тени. И они очень тоже хорошо. Они такие сыпучие. Вот. И поэтому за счет этого я думаю, что они тоже будут идти быстро. За счет своей сыпучести. Что еще? И осталось 4 помадки. Вот эта японская, тоже люксовая помадка. Очень мне нравится. Очень приятная кисточка, которую очень удобно использовать. Она такая длинненькая. От конца губ идти к серединке. И такой супер приятный прохладный оттенок. Тоже на каждый день. Она считается полуматовая. Очень долго на губах не держится. Но сразу выглядит очень красиво. Вот такой оттенок. Не сушит она губы. Ну, в общем, она мне нравится. И у меня, знаете, с ней такое вот чувство, что мне хочется ее беречь. Поэтому это из тех, которые я не часто использую не потому, что мне не нравится, а именно потому, что мне хочется, чтобы она у меня была дольше. Но я понимаю, что она тоже портится. И, конечно же, нужно ее использовать. Еще беру тоже вот эту помаду из прошлогодней... На праздничной, да, новогодней коллекции. Мне она нравится. Но она мне немножко, может быть, не то чтобы подсушивает губы, но когда я ее попользуюсь, часика через три мне хочется увлажнить. Но нет такого эффекта, как от матовой помады. И беру еще вот эти две мини-помадки от Too Faced. Два сердечка. Кажется, что они очень маленькие, но на самом деле здесь помады предостаточно. По несколько раз обе использовала. Оба сердечка использовала. И буду их использовать сейчас. Какие тут оттенки тоже показаны. И вот этот. Этот такой яркий. Мне нравится его с чем-то помешать или просто нанести, как тинт какой-то, так слегка пальцами такой придать оттенок. Вот такие 15 продуктов я выбрала. У меня вообще много есть новинок, которые я накупила в ноябре, в декабре. Еще я ничего не показывала. Все покажу тоже. Но я сейчас, если честно говоря, хотела бы так себе распланировала до марта, до следующих золотых дней, когда будут на сифере большие скидки. Ничего не покупать. А вот сейчас только вести проекты, всем пользоваться с удовольствием, ничего не жалеть. И все продукты использовать. И действительно у меня вот за прошлое, особенно за конец прошлого года, накопилось много продуктов. Было бы сейчас нецелесообразно все время докупать и докупать. Поэтому буду стараться так, хотя бы 3 каких-то, ну 2-3 использовать. И тогда что-то одно, может быть, докупать. Вот. Такой у нас получается 3-х месячный мини-проект пен. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok